Скажите, вы же в двадцатом году уехали? В двадцать первом. В двадцать первом. Я еще тримался. В двадцатом мы протримались еще. В Блэклисте, но не тримался. В оперном было много тех, кто поддержал перемены? Ну, большинство, конечно. Мы сбирали тогда подписи у поддержки Купаловцев. И у нас, я скажу, от сотков шестьдесят-семьдесят театров они подписывались. Супрать увольнение Купаловцев. А другие? А другие анализировали информацию, глядели, думали. Вот третий год уже думают за пар. Не все так однозначно. Ну, там, как не было такого, что вы робите? Если бы мы тут открыты за Лукашенко. Не, не, не было. А расскажите, что такое? Ага. Да, слышу. Что такое «блэклист» в оперном театре? Это вот как? Ну, это не в оперном театре. Это в сфере культуры у нас, кто, есть такой лист, неофицийный лист, не пожаданных артистов, предателей родины, которым запрещен выход на сцену и афичный концерт в Республике Беларусь. Это значит, вам не позволяли спевать? Да, я не мог выступать. Ну, это неофицийный, конечно, я его не было. Ну, конечно. Да, и вот просто в Минкульте рассылались по филармоням областным и другим, иншим установам эти листы с непожаданными эстрадными и классичными артистами. А это отлюстрировалось потом на грошах, зарплату получше? Ну, конечно, у меня с костричника 20-го года у меня не было ни одного выступа официйного. Конечно, это отлюстрировалось. Это одна из основных причин, потому что, почему музыки съезжались, потому что, ну, не было никаких сроков для иснования. У Беларуси, у самой. Конечно, зарабляю за межой, зарабляю, а в Беларуси не мог чем было. Ты вот спрашиваешь у Ильи, а ведь перед тобой сидит человек, который корпоративы вел. И что? У тебя же нема оклада у Опердов. А там уже, знаешь, сказали, петь тебе не разрешим, но оклад ты свой будешь получать. Ну, в принципе, чего плохого, я дома попою. Послушай, ты просто вот с Блэклист был, и когда там все согласовывалось с местом проведения. Вот ты, допустим, где-то вот у тебя там ресторан какой-то. Да. И приходят туда ребята, которые организовывают корпоратив, говорят, у нас будет то-то, 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 там Сельчуков будет петь, Каверин будет ведущим. И было несколько раз, когда просто мне там перезванивали организаторы, говорили, слушай, извини, потому что, ну, мы пришли с твоей фамилией, они говорят, вы больные или что? Вы больные, кого вы ставите? Вот и все, то есть такое было. Ну, и зараз все вот таким, я так гляжу, что вот таким ручным все режиме, что треба на каждое мероприемство, узгоджать так само лист вот этих вот артистов, и там каждый раз треба кожного в такую фильтрацию проводить. Кто там, как, что. Да, да. И сейчас популярна реклама даже среди ведущих я видел. Ну, ты же, популярная, я видел такую рекламу. Типа, вот такой-то ведущий, значит, и в скобочках никаких блэк-листов. Ну, то есть, в сессии. У все ветеринарные справки. Да, все ветеринарные справки, все, так сказать, флюорография. Это вот человек, который расписывается. Полный соцпакет, ветеринарные справки, все. Все. Приучен к лотку и когтетушке. Все как есть. А так здорово, вы на Тросянке говорите, откуда вы, откуда вы-то происходит. Откуда вы родом? Ну. О, я из Минского, я рос в деревне у бабули летом. Это Витебская область, Докшевский район. Я слышу, я слышу наш говорок, наш говорок. Какая деревня конкретно? А я Докшевский район. Деревня, Березань. Березань. Березань, глянь. А я гляжу лицо. Где-то мы пересекались на кладце, наверное. Где-то там рядом. Может заранее. Это когда ездили. Это у нас был такой один великий дирижер. Он, пан Драневский, у нас был такой капеллой дирижер. И он ехал не к ним с этим своим коллективом. Им треба было выехать из Минского. Некий был ночный там выезд у их, у Могилёв. А водитель его пытался там, куда нам ехать. А он сам, ну, родом из Могилёва. Ну, после концерта, уже такие, наверное, ускорленные такие. Под воздействием алкогольных там паров бывает трошку. Ну, трошку так. Немного. И он говорит, вы мне только подскажите, там развилка есть. Ну, где на Могилёва, где на Гомель. Вы мне скажите, когда выезжаешь там, из Минска. Он говорит, да, о-о-о, я, конечно. Все, едем, едем. О, я тут косил. Я тут косил. Едем, едем. Ну, короче, утром просыпается, а они у Гомеля вместо Могилёва. Ну, косим. Это пошло у народа. Я тут косил. Едем, едем. Я тут косил. Мне кажется, что... А я к Анабылиске. Ну, Лукашенко... Лукашенко страну ведет в этом направлении. А я тут уже все. Едем. Едем, я косил. А, как это хорошо. Давайте трохи поговорим про Ласкало это. Как вы туда попали вообще? Как так получилось? Зокшевского района, как вы устроились у Ласкало? Да, это интересная история. На самом деле, я просто спел прослуховывание. Тут все, как працует опера, опера мы повинны и каждый раз, как вы тримаете работу, ты можешь пройти кастинг. И приезжаешь, так, за властные сродки, спеваешь на сцене. И, калли ты там лепши, то тебе нечто там пропануло. Я у листопаде прошлое году, калли был у... Ну, с Америки приехал у Софии, я спевал там. И с Болгарией прилетел на прослуховывание, про агентство договорились, прослуховался, и, ну, меня не возгоднили на эту партию. Сейчас вопрос такой. А вы на длительном контракте там уже, или какие-то это разовые истории? Уси контракты, они короткочасовые такие. Они короткотерминовые, это месяц, два. Вот так вот. Зараз тут буйная продукция, это мы тут два месяца репетиции и спектакли. А, звичайно, это месяц, пять, бывает и дни, шесть. Вы простите за вопрос, а оперы, вот, ну, если мы говорим о мировой опере, да, вот, Ласкало, там есть возможность заработать, или это далеко не киркоровские гонорары? Конечно, есть возможность. Можно заработать. Это, конечно, не эстрадные гонорары, я так чуну, или с чем пора уновывать? Конечно, можно заработать. Ну, какой-нибудь киркоров за корпоратив берет, там, не знаю, сколько он там берет, 200 тысяч евро, условно говоря, за какое-нибудь выступление одно. Это, это совершенно другого порядка цифры, насколько я понимаю, у вас. Может быть. А-а-а, глядите. У человека есть дома интернет, значит, есть гроши. из двух, шесть хлопец. Ну, ладно, да, это самое, а что вы говорите, фигуру надо беречь, какие вы партии там исполняете, что за партия у вас? О, ну, у меня не первый план партии, это партия, это партия Палеоничева, это другого плану партия, не основная. Ну, требуется, ничего начинать, и кастинге, тубок люди працуют, и прослуховаться за всего света, как попасть, потому что это, ну, театр номер один в свете, это так исторично. Зараз еще, так, ну, у троицы с метрополитеном американским, нью-йоркским, и Ковенгарден ангельским. Ну, Вена еще, но это такие, один из самых буйных театров у свете, и тому, это такие, как у нас, как у нас наш, наш этот, вот, лидер говорил, что это знакачество. Знакачество. Да, да, если ты уже спел, да, да, все, ты в дамках. Подожди, охотник, подожди, охотник где, в какой, какая опера? Это опера Дворжака, Русалка. Это первая постановка Русалки, Русалки у Воголя, у Италии, я ранее не было, и мы, ну, працуем с коучем, там, працывали над чешской мовой, все, и здесь на мове оригиналу, там итальянцы будут слухать все на чештине. Ну, вы добавите. Ел младий ловец, ел а ел, лань билов в лесе увидел. Это рэп-опера? Глубокие очи там мнела, сдали истигнема стрела. Вот там, дуже цикавый. Как говорится, вышел в эфир, повторю. Ну, что поляки смеются. Треба еще трошку и приспевать, да. Поляки смеются над чехами, ну, как бы, по-хорошему, потешаются над чешским. там взаемно это все, Над чешским языком, потому что они говорят, чехи разговаривают по-польски с той поправкой, что как пятилетние дети. То есть, чешский язык, это польский, только как будто пятилетний ребенок говорит. А скажите, у Ласкала, там вы один беларусь, те, что там трех у наших есть? Рабил постановку наш молодый дирижер Виталий Алексеенок. Это была постановка Пиноккио, я не помню. Это было пау годы тому назад, але, ну, вовсе не шмат беларусов тут выступало, я думаю, что так, в нашей такой, истории о пошних 30-ти годах, ну, я, навод мне тяжко, я подлечить, сколько ли, пару человек спевало с Беларусью. Нет, ну, представь, что весь есть мир, с его там восьми миллиардами, и есть Беларусь. Ну, да, это вероятность высокая, и треба, да, тому треба так, ну, пробиваться, и, ну, это, есть, публика реагирует хорошо? Еще не знаю, будем сподеваться на лепше, но, ну, подождите, у вас еще пока не было... У нас еще постановка, у нас еще идут, да, репетиции, вот, сегодня я от вас побегу на сценичную же репетицию, мы переехали у Скалу, до этого мы репетировали там таких, такая там творчая простора, это отдельные такие вот, завода Горизонт, такие вот, ангары, там еще разом, Ласкалы, там, ангар Гучший есть, ангар Монклер, ангар Фэнди, ходишь, ходишь, так все, и там, и все, там, что-то, как американцы кажут, комоушен, в дуках. А, ну, все глядят, и глядят, а, видно сразу. Да, да, видно, там, ну, то есть, мы там на примерочку ходили, и там цехи, где працуют, где вопротку робят, костюмы, это все, и музей, там, там, такие костюмы, там, сараковых, до 30-х, там, каких-то, Карузо выступал, и так далее, и Мирелла Фрейни, Лучано Поворотти, конечно, ее, чтобы поглядеть, все, но все равно, что ты, особенно для тех, кто, вот мы росли, там, все, ласкала, ты, там, эти подмостки, чарованные, ты приходишь, там, это, я хотел целовать песок, по которому ты ходила, такие вот, такие, можно сравнить с ощущениями на Сан-Сиро, такой стадион знаменитый в Милане, я когда-то, только по телеку видел, любил это все, а потом попал, вот, конечно, мы в книжках читали, там, вот, а вот этом чатры, из этой, там, кулисы, вот, уэту выходи, там, это все, ну, все, наши. Знаешь, я с таким ощущением столкнулся еще в, помпеду, музее современного искусства в Париже, когда, блин, я все детство сидел, листал ту энциклопедию, там, Пикассо, Пикассо, да, ну, нафиг, Жорж Брак был такой, он был вместе с ним, основателем этого кубизма, как бы, родоначальником, и прям эта картина у меня навсегда, и тут я иду по музею современного искусства, захожу в зал, а там, висит это, у меня, у меня, у меня сразу смоутся, у меня сразу смоутся поющее, вот, квиточек, покажу, не знаю, камеру, культура, интеллигенция, культура, ну, вот, вот, удохшица, да, удохшица, такого не бывает, удохшица, пади парасона у вас не было, ааа, у нас и парасона не было, некто не было, человек идет, взял, пошел, уже есть, ходишь по этому музеям, по этому магазинам, а если, видно, что, они смотрят на тебя и говорят, ааа, видно, что сдохшись, ну, вот, я чувствую, моральных принципов там, никакие, взяли, там же, нельзя с парасоном зайти, оставил там его на выходе, там девушки кидают, и пришел, нема, нема, на том и зарабатывают, извините, вы говорите о войне, о ситуации в Беларуси с вашими коллегами, с теми, кто там, что они вообще, бывают ли у вас такие диалоги? У нас в постановце, уделен, что, две, головная парта, она спевает Оля Бессмертна, с Киева, она працует, давно стала у Вене, или сама с Киева, и, конечно, она выходит, со своим, со своим, там, флажком, некий, там ее, ну, там у прихоживания, некое, и, ну, все ведают, все поддерживают, конечно, мы не шмак, ну, подчас репетиции, больше мы, такие некие конкретные пытания, мы, разговариваем, нечто там, для себя, и, ну, про политику, навыц, не узгадываем, потому, что, это такая, ну, все, в новостных, у всех, в этих каналах, мы все, там, сочем за, с азербайджанами, или, это уже такая, ну, ситуация, троху, не веду, типа, ну, уже пост, наверное, может быть для нас, пост-травматичная, так вот, ну, уже нема, чего разговаривать, все, все разумело, ведете, тому, каждый, я так ли, что, сочи за этим индивидуально. Вот, хочу еще спросить про отмену, как сказать, сейчас модное такое сообщество, как, отмена русской культуры, вот, например, Людмила Монастырская, это Нью-Йорк Таймс, потом написала, заменила россиянку Анну Нетрепко в опере Турандот, которую готовился представить митрополитена пера, ну, вы сказали, что это, мы-то не знаем, но раз вы сказали, что это один из известнейших оперных театров, будем знать теперь. Вот, там, значит, то, там это, вот, еще был такой кейс, главный дирижер Одесской национальной оперы, белорус, Чернуха Волич, потерял должность за выступление в Азербайджанском театре оперы и балета, которым с недавних пор руководит муж Нетрепко Иосифа Ивазов, и да, и за общую фотографию с ним. Вот, как вы к этому относитесь? Не перегибли это? Ну, это, я лечу, что это з'ява нездоровая, и это, ну, эмоционально, я это, ну, разумею, мы все разумеем, чему это, потому что, ну, треба не як выказать свою фею, треба не як отпомсить, але, ну, это, для меня, ты такого кшталта речи, як мы вот не можем, як россиянцы, россияне, они воюют за Америкой, до Америки, достать не могуць, там, мы бомбять суммы, и чернигу. Тут тое самое, ну, где Кремль, где там Путин, и, и, причем, до Путина, ну, нехто, с российским пашпортом, конечно, ну, сразумело, что, вот, ну, каждый нанесе свою там долю отказности нейкую, але, ну, я лечу, что это, ну, котлета отдельная, мухи отдельно повинны быть, это нияк не связанное, я спеваю, на вот, ну, мы размовляли с этим, там, есть вся броски, с львовской оперы, в Киеве спеваю, и он каже, як ты можешь у концертах, вот, спевать, вот, ты спеваешь, чайковского романса, я кажу, а где, ну, той, ну, причем, чайковский, вот, я его использую, якого-то пропаганда русского миру, я кажу, ну, вот, а я не напаленный пилорец, я говорю, ну, ты ведешь, что, сейчас, в другой, ну, там, сусветной войны, первая премьера, в Ленинграде была, ну, играли Бетховена, потому, что, сразумели, что Бетховен не мает дочинения, ну, прямого такого, да, и он не виноватый за фашистов, хотя и сам был, с немецкого мира, и я длечу, что, это не той сродок, где мы можем, ну, где мы можем воевать, разумеете, навыц, калі, его можно и выкарастовывать, как и спорт, так само культуру, можно с металполитики выкарастовывать. Долю отказности несутся, не спартовцы, мусить, не падается, но более, я лечу, что, ну, треба, треба потребовать один одно, и цеховая такая вот потребка, она мусить быть и в спорте, и в культуре, а ле, ну, я гэта, бувац, ад, напрыклад, с маэстром Чернуха, я, ну, сабистовя дома, и доброведуя гэту ситуацию, и гэта просто, ну, ну, это не сурьезно, чалавек, який усіми, усі бамбежки пережил з театром, и разом, но даряжіровав усіми премьерами пад бамбежками, кожны раз два-два гады отпрацаваў у Одессе, был звольненый за свою пазіцию у Менску, і за той, што ён выступіў неде, ну, это, ну, бред, конечно, я лечу, што ёта, ну, аж официна, а тому, што там назначали за дзінь ды таго Юсіфа Айвазва, с каторым я, каторым я так само тіснул руку, тут, ну, я его, веншаваў спример, он Андрешаўне тут співаў, я лечу ёго бідным співаком, ён, ну, навы, так само з антиваўнаў позіція, она в февраль-март, в марте она написала, чётко, внятно сформулировала, что она против войны, что она не поддерживает в этой политику, то есть это было чётко, внятно, но уже успели до этого ёе уволить, и контракт, я не знаю, вот сейчас, что она, продлили, и контракт нет, но, по-моему, так и не, ну, в смысле, переподписали, а не... Я не веду, я не веду декладна ситуація, але я веду, што гэта, ну, гэта дуже падобна на бомбёжке, на бомбёжке суму у Чернигова, ведаете? Вот что. И тому я за то, как обмежовывать вакананне тих артистов, які свя дома. О, вот я хотел спросить, человек должен сказать, выразить свою позицию антивоенную, или... Да, у кого свя дома победобесия некая, там, и кто там вот всё, на перо там, всё, крыш наш, конечно, треба обмежовывать, это нездоровая зьява, и этой людзі, ну, мусяць отказываць за свою запатрымку этих вот, ну, дзейнё. А той, хто не патрымливая е, он, ну, не може быть осуджен, ну, за своего паспорта. Ну, таким же шынам можна обмежовывать и мяне у скалі, хоть, не глядзеш на мою, там, на мои обставины, и мою историю, там, и всё остатне. Вот у мене так само, это синий паспорт. Разумеєте, и всё. Иди ты разберёй. Последний вопрос, ну, он такой, вы участвовали в большой опере, такой большой медийный проект, и насколько я понимаю, это российский, ну, то есть, это проект российский, нет? Да, российский. Мы сейчас всё чаще слышим об имперскости россиян. Чувствовали что-то такое? Вы белорус, участвовали в проекте. На сантиметрик выше, вот, где-то такое ощущается обычно, Не, не отчувал. У творчей, у творчей мосероди это не отшивается, потому что там больше, больше, меньше мы и в одних обставинах, и каждый робит свою сусветную карьеру, и не треба, как спевать в большой опере в проекте, не треба ехать на поклон, что вот меня взяли в райцентр, забрали, мне дали место там, прегрета, еще, нема такого уже. А в остатнем, ну, неведомо, ну, это, может, где-то отчувалось, или особисто ягод, на себе, никак ничего. С повагой все ставятся, так, все. Больше, больше, сходи, если ты встречаешься, когда в Минске, там, приходишь, и на 9 мая начинаются эти все, ну, пробеги, аутопробеги, это вот, и, завычайно, это люди из такой, ну, замежеванной эдукацией, и такие вот. это был не последний вопрос, последний такой, какую, какую партию вы исполните в день, когда мы все соберемся на центральной площади Минска, в день нашей, в день освобождения нашей страны, скажем так. А все подряд, будем, пока ли гармоники не порвем, будем все спевать, что есть. Так скажите, как вас объявить, какую песню хоть? Ну, мову будем спевать, могут, мы боже будем спевать, балкол споем, все, что есть, в Ютьюбе, все споем. Все сделаем. Да, мы вас, как говорится, за язык не тянули. Ой, там, да, программа уже составлена там. Ну, тогда репетируйте, не будем вас больше отвлекать. Да, вы меня задерживаете, мне нужно это все, все прогонять же, что нужно. Ну, а еще надо у Ласкалу пойти, это надо. А потом, что это у Ласкалу болтается, мертвым грузом. Ну, висит, мертвым грузом. А еще, да, у нас еще будет у этого, у Вересни, цикавая, с этим продукцией, мы будем делать у Барбикан-центры, с Белорусским Свободным Театром, будем охоту Короля Стаха делать, четыре спектакли всех, запрошаю. У Вересни. Это где будет еще раз? Барбикан-центры, это такие самые великие театральные центры у Лондоне. Мы будем работать сусветную премьеру на Короткевича, дикое полевание Короля Стаха, такие будут нуар-экшен, такие, музычные, и сценичные, драматичные будут артисты из Белорусского Свободного Театра. Режиссер-постановщик Миколай Халезин, музыка у Ольга Подгайская, там будет, вот дадим, 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 дадим. Великий вам диакон. Юморок этот, да, цеховщина пошла. Я к это люблю. Да, бегите, репетируйте. Будем подвергать исполнению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова